МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У Тольяттинок перед этим матчем был особый настрой. Девушки хотели вернуть должок гостям за поражение в Суперкубке. Лада начала игру весьма уверенно. В определенный момент хозяйки даже вели в счете с отрывом в три мяча. Но Ростов быстро наладил игру в атаке и сумел выйти вперед. 11-14. Итог первого тайма. Мы отрабатывали, конечно, защиту против Ростова. Но немаловажный фактор сыграл в том, что я была в сборной России. Естественно, на ростовстве девочек я получше узнала. И мне было с ними легче играть против них. Первые минуты второй половины вновь лучше провела Лада. Долгое время разница в счете держалась на уровне трех мячей. Вратарь Тольяттина Клагина выдала блестящую игру, отразив множество бросков. Но победа осталась за гостями 20-27. Насколько Ростов изменился после встречи за Суперкубок России? Насколько они стали сильнее и сложнее для нас? Ну, я думаю, они не стали сильнее. Я думаю, они устали, потому что у них началась Лига чемпионов. И они уставшие. Мы вполне могли бы их выиграть, но немножко нам не хватило. Перед встречей с Агу Адыев Тольяттенки шли на втором месте. Гости с Майкопа на девятом. Но в первом тайме казалось, что играют соседи по таблице. Агу Адыев не давал Ладе оторваться в счете, навязывая борьбу на каждом участке поля. Результат первого тайма 16-11. Мы разбирали команду, настраивались. В принципе, главное – хотение выиграть. Что говорил тренер перед игрой? Он говорил, кого-то закрывать индивидуально или обращать внимание на всю команду Лада? На каждого игрока нужно обращать внимание. Конечно, сильный игрок. Во втором тайме Лада встрепенулась и вспомнила, кто хозяин площадки. Никитина, Кирдяшева и Михаиличенко набросали большое количество мячей в ворота гостей. Благодаря нашим бомбардирам Лада уверенно довела матч до победы 35-23. Несмотря на такой счет, задачи мы считаем невыполненными на игру, потому что много пропустили. С такими командами надо показывать свой класс и пропускать как можно меньше. Битва с Ростовом. Кубок ЕГФ. Невероятный прогресс Лагиной. Все эти темы в нашем интервью с главным тренером команды Алексеем Алексеевым. Алексей Александрович, первый вопрос. Прошло ДРБ ФСЯ Руси. Лада Ростов. Мы очень ждали этого матча. И он начался для нас достаточно хорошо. Даже вели со счетом 5-2 в определенный момент первого тайма. Почему в дальнейшем это преимущество растеряли и не удалось вести игру под своим контролем? Ну, повели хорошо, конечно. Но игра длится 60 минут, как известно. Поэтому начали здорово, ничего не говорили. Просматривали игру с Эйсбергом, которая была предыдущая игра у Ростова-Донова в Лиге Чемпионов. Там тоже вели 9-5 соперники. Но, тем не менее, Ростов есть Ростов. Поэтому на сегодняшний день, я в который раз повторюсь, я считаю, что эта команда сейчас классом выше всех остальных команд, которые участвуют в нашем чемпионате. Но я думаю, что они это и доказывают своей игрой. Ну, по всей видимости, так и было. Может быть, такая-то с их стороны была недооценка. Они готовы были к такому старту с нашей стороны. Анастасия Лагина провела, ну, как мне кажется, блестящий матч против Ростова. Показала хороший процент, много мячей отбивала. И вообще она раскрывается, как вратарь. Она спрогрессировала благодаря вызову сборную. Здесь эмоциональный прогресс физический, какой угодно. Вы считаете, сборная помогла раскрыться Лагиной? Ну, я не знаю насчет там сборной. Ну, я знаю, что Настя уже в том году стала прогрессировать, стала выделяться уже не случайно. Ее пригласили из «Звуча» в команду «Лады», которая тоже уровень на уровень выше этой команды. Поэтому она и здесь не потерялась. Она доказала, что она вратарь высокого класса. Здесь приглашение в сборную, она оправдывается полна. Сборная уже, она и в сборной, в принципе, не скрою, нравится главному тренеру. И рассчитывают на нее. И, конечно, приглашение в сборную придало какой-то уверенности. Конечно, там всегда приятно тогда и, не то что приятно, а полезно, скажем так, получать какие-то упражнения. Там сборные одни, в клубе другие. И выбирать что-то лучшее, пройти несколько школ, скажем так. Поэтому, конечно, я думаю, что она будет еще прибавлять. Молодец, я только рад за ней. Ну и последний вопрос. Как команда себя ощущает? На какой результат мы настраиваемся в Кубке ЕГФ? О каком месте мы мечтаем? Какая цель? Ну, давайте дождемся 16-го. Я понимаю, что 12 мячей, фора, мы играем дома. Все вроде бы, но хотелось бы и побольше дать времени, правда, и молодежи. Но, с другой стороны, в родных стенах нельзя проигрывать. Понятно, что... Ну и второе надо посмотреть по 16-го. Не хотел загадывать, но даже проходим. И кто попадется в группу, там уже, понимаете, слабых. Уже на этой стадии в третьем раунде соперников слабых не бывает. Вспомним даже прошлогоднюю историю, когда попали сразу на победителя клубки на шафот. Поэтому здесь в группе будут выходить две команды. Но, конечно, задачу минимум сейчас будем ставить и выходить из группы, конечно. А дальше, ну, это тоже Кубок. Давайте не будем там далеко ходить вперед. Чемпионат России и Кубок – это, конечно, хорошо. Но Еврокубок – это совсем другая песня. Для болельщиков это возможность увидеть европейские команды. А для гонболисток – проверить себя на другом уровне. Как наша команда пробивалась в групповой этап Кубка ЕГЭФ? Сейчас расскажем. В третьем квалификационном раунде Кубка ЕГЭФ соперником наших девушек стала звезда. Первый матч волжанки уверенно выиграли, но во втором нужно было просто удержать преимущество. Первый тайм игры прошел в напряженной борьбе. Гости всеми силами пытались агрессивно играть в атаку и создавать преимущество в счете. Лада, уверенной игрой в обороне, пресекала все надежды гостей. В итоге первая половина закончилась с равным счетом 15-15. Во втором тайме Лада сняла все вопросы о победителе. Фомина, Никитина и Решетникова общими усилиями забросили 15 мячей. Тольятинки побеждают уверенно 34-28 и выходят в групповой этап Кубка ЕГЭФ. Они прошли в таком же ритме, как и эти. К сожалению, в ответном матче со звездой травму получила одна из лидеров команды Ирина Близнова. Мы встретились с нашей чемпионкой и узнали, как у нее здоровье, и поговорили о гандболе. В предыдущем матче Кубок ЕГЭФ вы получили травму. Расскажите, что с вами, когда вас ждать на площадке, когда вы вернетесь? Ну, да, получила нехорошую травму, вылетел локоть во время игры, приземлилась неудачно. Но надежды самые положительные. Сказали, что две с половиной недели в лангете, потом снимаешь и разрабатываешь. Это был чисто игровой момент или был какой-то серьезный контакт со стороны соперниц? Как эпизод с вашей точки зрения был? Доля усталости сыграла какую-то, да, роковую шутку со мной. Ну и, скорее всего, все-таки контакт был игрока. Ну, это игра, никто никого не винит. К сожалению, вот так получилось. Совсем скоро стартует чемпионат мира по гандболу. Три представителями Тольятти будут выступать на нашу сборную. Две дебютантки. По вашему опыту, что для них должен дать этот турнир? Допустим, они не будут играть главную роль в команде. Но как они должны для себя провести этот турнир? Что они должны для себя получить нового? Какой опыт? В первую очередь, вы сами ответили на свой вопрос, это опыт, игровой опыт. Потому что даже будучи в команде сборной России, даже если ты сидишь на скамейке, тебе не дают какое-то, да, там, время игрового много. Но ты все равно получаешь опыт тем самым, что ты тренируешься с этой командой, с этими игроками. Что касается Кубка ЕГЭФ, мы прошли отборочный третий раунд. Все, мы в групповом этапе, прошла Жеребьевка. Первый вопрос. Многие специалисты утверждают, что нам повезло Жеребьевка, то, что попала звезда, был бы другой европейский коллектив, мы бы не прошли. Что ответим этим скептикам? Ну, вообще, мы очень надеялись, что в нем не попадется российский клуб. Потому что мы все-таки хотели с Европой сыграть, да, с европейскими командами, начать турнир такой. Ну, попалось и попалось. Вот, возможно, да, какой-то большой плюс, что мы уже играли, знаем команду, мы побеждали не раз у нее. Ну, вот, не знаю, к счастью, наверное. Может быть, скептики и правы, да, что хорошо, что попалась звезда. На этом все, друзья. Надеюсь, вам было интересно. Мы активно следим за всем происходящим в гандбольном мире. Я Иван Шумилин, это «Планета Гандбола». Пока. Субтитры сделал DimaTorzok